Знать и помнить своих героев. Сотрудники МЧС России по Ненецкому округу знакомят школьников города с историей Чернобыльской аварии. К 30-летию атомной катастрофы сотрудники ведомства подготовили небольшую презентацию, которую покажут на уроках мужества во всех школах Наринмара. С этого взрыва в 4-м энергоблоке началась самая страшная атомная авария в истории человечества. Последствия Чернобыльской катастрофы будут напоминать о себе еще не одно десятилетие. О том, что произошло 26 мая 1986 года в городе Припять, сотрудники МЧС рассказывают учащимся школы номер 6. Спустя 30 лет они напоминают о страшных цифрах и последствиях трагедии. В результате аварии в окружающую среду попало 8 тонн радиоактивного топлива. Ядовитое облако накрыло территории Украины, Белоруссии и часть России. Но 70% всего загрязнения пришлось на Беларусь. Вместе с загрязненными облаками радиоактивная масса достигла Азии и Америки. Город Припять, в котором располагается атомная станция, был закрыт и объявлен зоной отчуждения. Сейчас, скажем так, это мертвая зона, где, скажем так, никто не живет, там нельзя не выращивать никакие сельскохозяйственные культуры, собирать ягоды, грибы нельзя. По предварительным подсчетам, в начальный период времени где-то около 200 человек сразу же, потом еще где-то до 200 тысяч. В первую очередь погибли те, кто принимал участие в ликвидации аварии. Из 26 человек 6 раскончались в первую неделю. Их похоронили в специальных свинцовых гробах, так как их тело стало источником радиоактивного излучения. Всем участникам пожаров было присвоено звание Героев Советского Союза, Украины и России. Население, которое проживало вблизи АЭС, получило сильное облучение. Впоследствии это обернулось тяжелыми формами онкологических заболеваний и генными мутациями. Ученые говорят, что от радиации даже погибали овцы в Англии и олени в Лапландии. Такого я не знала никогда. То, что пожарных столько погибло, людей много погибло, дети мутирующие. Много всего интересного. Но мне жалко людей, которые были там и потом погибли, но они ради других старались, чтобы спасти их. Сотрудники МЧС округа напомнили, в Ненецком округе проживают 7 человек, которые принимали участие в ликвидации Чернобыльской аварии. Некоторые из них также примут участие в уроках мужества и расскажут о важном событии в истории человечества.